И вновь заканчивается очередная неделя. Очередные итоги подводим в прямом эфире. Здравствуйте, журналисты ННТВ. И я, Андрей Шамин, предлагаем обсудить некоторые полутона в информационной палитре этих дней. Что нижегородцев заинтересовало, а что возмутило? Обо всем, что достойно нашего обсуждения и вашего внимания. Прямо сейчас. Дома построены, но заселяться в них нельзя. Что мешает воду в эксплуатацию и где сейчас живут несколько сотен семей? Выясняла Юлия Короткова. За полотно ответят, возможно ли взыскать деньги за ущерб ДТП, которое произошло из-за некачественного покрытия с дорожных служб. На этой неделе житель Нижнего Новгорода доказал, что это вполне реально. Подробности у Александра Быкова. За последние два месяца в регионе открылось пять новых производств. Это предполагает под собой создание 500 высокотехнологичных рабочих мест. В какие отрасли вкладываются инвесторы, расскажет Анастасия Рябова. Проект бюджета Нижнего Новгорода на этой неделе начали обсуждать в городской думе. Дело пахнет дефицитом. Как и в прошлом году. Но в этом финансовая пропасть гораздо больше. Одна из острых проблем, наряду с другими, конечно, это дороги. И небезызвестный Молитовский мост на днях стал причиной торга городской власти с бюджетами других уровней. Дескать, ремонтировать надо, но не за городской счет, а за чей-нибудь другой. Мост требует капитального ремонта. Конструкции разрушается. И ямочный ремонт для него, как витаминка при тяжелом заболевании. А на капитальный надо 420 миллионов рублей. На этой неделе было заявлено, что в проекте городского бюджета на 2016-й на ремонт дорог заложено чуть меньше полутора миллиардов рублей. Из которых одна шестая – это уже накопленные долги. А остальное – текущий ремонт. Но на Молитовский мост денег у города нет. И это заявлено совершенно официально. А между тем прокуратура уже требовала мост отремонтировать, заверяя, что имеет полномочия перекрыть движение в целях безопасности, если он будет и дальше разрушаться. Тем не менее, как заверяют активисты движения «Эвакуат вор», а они протестуют против произвола и наживы частных эвакуаторов, при желании город мог бы найти недостающие средства. Для этого достаточно, например, изменить принцип работы служб эвакуации автомобилей. Сейчас в городе стараются частники, эвакуируют машины по закону, но порой вопреки здравому смыслу, руководствуясь только желанием заработать. Но, повторюсь, это частники, и их доход идет мимо городского бюджета. А это, по разным оценкам, около 200 миллионов рублей в год. Половина капитального ремонта Молитовского моста, на котором ежедневно бьют подвеску нижегородцы. А дорожники продолжают закапывать на этом же мосту бюджетные деньги в бесконечный ямочный ремонт. Кстати, ямы на дорогах – это теперь двойная статья расходов. Во-первых, ремонт. А во-вторых, компенсация владельцу машины за причиненный ущерб. Суды против дорожников теперь на стороне автовладельцев. При наличии необходимых доказательств, конечно. Александр Быков выяснил, как отсудить ущерб, если попал в яму. Владимир Кушнер в тот вечер возвращался домой. На неосвещенной дороге не заметил яму, и произошло ДТП. Ее, в принципе, невозможно было заметить. Темный участок дороги, неосвещенный, никаких предупреждающих знаков. Поэтому не заметил, не увидел. Хотя, несмотря на то, что скорость была невысокая. В результате ДТП он пробил передние колеса, и у него, соответственно, автомобиль потерял управление. И в случае, если бы на данном участке дороги было интенсивное движение, он вполне мог вылететь на встречную полосу для движения, и произошло бы ДТП с серьезными повреждениями. Слава богу, что движение было совсем не интенсивное, и он просто пробил колеса, и, потеряв управление, остановился. Плюс повело амортизаторную стойку. После подсчета ущерба Кушнер принял решение обратиться в суд. С иском на муниципальное предприятие «Дорожник», которое и обслуживал тот участок. Больше того, он был не единственным пострадавшим. Примерно в то же время, с разницей, в 10 минут еще один автомобиль. У него более серьезные повреждения были. В том числе бампер. Ну, расколол, разбил. МП «Дорожник» сразу получила штраф на 2000 рублей за непринятие мер по устранению помех для движения. И вот теперь еще 32 тысячи по иску Кушнера. Вопрос, не проще ли было починить дорогу? Это их работа. Для них это не стоит почти ничего. Потому что транспорт, техника у них есть, асфальт, какие-то расходные материалы рабочие у них есть. Для них это стоит, конечно, определенных денег. Но, тем не менее, это их обязанность. Это их обязанность. Они ее просто должны исполнять. Следующий вопрос. А часто ли автомобилисты обращаются с подобными исками? Адвокат Дмитрий Тарасов говорит, что конкретно к нему за помощью идут. Но тут сразу несколько проблем. Во-первых, с момента ДТП Кушнера прошло почти полгода. Вот это самое главное. Это еще было у нас... Я работал в 71-й год, по-моему, или 70-й такси. У нас один водитель тоже попал в яму. Вот он судился, наверное, года полтора. Еще в советское время. Во-вторых, страх перед тем, как бы самому штраф не пришлось платить за вызов сотрудников ДПС. Сразу скажем, эти опасения беспочвены. В случаях, когда есть повреждение автомобиля из-за недостатка, есть основания предполагать, что ущерб подчинен из-за недостатка уличной дорожной сети, компетентное должностное лицо принимает решение о направлении экипажа для фиксации именно, выявления фиксации недостатка содержания уличной дорожной сети. То есть здесь опасаться не стоит. Если вы действительно стали участником ДТП, как считаете, по недостаткам уличной дорожной сети, обращайтесь в полицию. Оказывается, взыскать деньги с дорожников за некачественное содержание покрытия вполне возможно. История Владимира Кушнера тому подтверждение. Начало положено. Теперь остается ждать реакции. Вариантов два. Либо дорожников завалят исками, либо качество дорог быстро улучшится. Это нет, вариант, наверное, только один. Первый. Александр Быков, Алексей Калякин. Объективные итоги недели ННТВ. Но не только ямами и судами запомнится нижегородцам эта неделя. Наш корреспондент Антон Ганин раскопал на днях потрясающую историю, которая больше похожа на исторический детектив, чем на историю машины, которая в силу возраста может иметь проблемы с техосмотром. Автомобиль из кофейни тогда в ГДР проехал пол Европы в обратную от победы сторону, чтобы спастись от утилизации в гараже русского офицера. А спустя годы эта машина трудится в кофейне уже Нижнего Новгорода. И никакие ямы и суды этому автомобилю не страшны. Антон Ганин. Об удивительной автомобильной истории жизни, с которой нижегородцы наверняка не раз сталкивались на улице. Но даже не подозревали о подробностях. Времена, когда автомобили обладали харизмой, кажется, давно прошли. Сейчас машина похожа на серую массу. То ли дизайнерам стало лень что-либо создавать, ну или срисовывают рисунки друг у друга. То ли дело полвека назад. Фантазия буквально бурлила в умах автогениев и вырвалась наружу, обретая прекрасные формы. Очередное доказательство удалось найти на нижегородских дорогах. Вот он, юркий, неунывающий европейский пенсионер Баркас. Владелец Дмитрий Безверхи нашел его в Москве в гараже русского офицера, который в свою очередь привез его из Восточной Европы. Сейчас машина в Нижнем и переоборудована в кофемашину. Оказывается, что все это не случайно. Разговорились с этим хозяином. Он говорит, ребята, вы зачем берете? Мы говорим, ну вот мы хотим сделать кофейную автомобиль. Он, слушайте, тогда это ваша машина. Мы его спрашиваем, а почему? Он говорит, этот автомобиль, именно вот когда Германия была еще в Восточной, когда Германия делилась на две части, он работал тоже на кофейне. Работал на кофейне не в этом понимании, как мы сейчас его сделали, а он просто возил, перевозил зерно, перевозил нужную продукцию для кофейни в то время. Не вывези тогда Баркаса из Германии, машину бы утилизировали. Как ни стало из стены, люди массово бежали с Востока на Запад, бросая бизнес, жилье и, естественно, автомобили. Поэтому бывший хозяин Баркаса подарил ее русскому офицеру и таким образом сберег ее до наших дней. Баркас Б-1000 – это настоящая рабочая лошадка из ГДР-60. Отсюда и название, по аналогии с морским судном, перевозящим различные грузы. Исходя из этого, понятно, что эта машина не чурается любой работы. Конкретно этот автомобиль тоже не белоручка, но работа ему точно в радость. Единственная тяжесть, которую на нем переводят – это оборудование для приготовления кофе. То есть вот она, настоящая кофемашина. Поэтому забудьте про все гаджеты на вашей кухне. Настоящий кофе варят на четырех колесах. Между машиной, что привезли из Москвы и той, что едет по нижегородским дорогам, пропасть – миллион рублей, почти год восстановительных работ. Их проводили в несколько этапов. Сначала машину заново учили ездить, заменив агрегаты, вышедшие из строя, на новые. И только потом начались работы по экстерьеру и салону. Мы начали восстанавливать техническую часть. Мы решили заняться подвеской. Потому что на тот момент, когда мы ее взяли, она вроде ездила. Когда начали уже детально уходить в технические моменты, выяснилось, что и двигатель надо ремонтировать. Когда мы сделали подвеску, начали думать, что делать с двигателем. Мы решили родной двигатель убрать, а поставить вместо нее двигатель от классики. Это один из тех случаев, когда старый советский двигатель лучше европейского. Он практически в два раза мощнее. Родных 44 лошадей явно не хватало для серьезной работы. Правда, управляется машина даже сейчас. Достаточно тяжело, признается владелец. Управляется тяжело? Управляется как автомобиль 64-го кара, как мускул-кар, где нужно накачать руки, чтобы на месте сделать какой-то маневр, потому что там нет гидроусилителей и ничего. Нужно заранее тормозить метров за 100, за 150. Привод передний и задний? Привод передний. А в целом ведет себя очень достойно. Изначально этот автомобиль делали как микроавтобус или грузовая машина, которая способна развивать 100 км в час и быстро перевозить грузы. Благо, ездить на машине приходится не так часто. Больше времени она работает на приколе. Сейчас «Баркас» — это кофемашина. Специально для этих целей у него увеличили крышу, чтобы удобнее было работать, установили кухню, провели водопровод, отопление и прочее. Поэтому работать на раритете точно удобнее, чем ездить. Антон Ганин, Алексей Завылов. Объективные итоги недели ННТВ. Китайцы на этой неделе дали понять, что готовы захватить российский рынок жилой застройки. Одна китайская компания обнародовала на днях контракт с Россией. Внимание, на 94 миллиарда долларов. И сейчас покажем технологию, которую в Поднебесной предлагают. Дома для нашей страны якобы предлагают напечатать на 3D-принтере. Где это видано, чтобы дом можно было нарисовать и сразу в нем жить? Тем более в условиях русской зимы. Но с китайцами шутки плохи. Дешевыми товарами, а теперь вот и дешевым строительством, они убили ни одну отрасль экономики в странах своих потенциальных экономических партнеров. Если китайцы начнут еще и дома печатать с присущей им старательностью, то нашим девелоперам точно не сладко придется. И в этой ситуации выход только один. На их дешевую технологию отвечать нашей дешевой, но качественной. Анастасия Рябова прозондировала обстановку. А чем мы, нижегородцы, можем ответить нашим восточным соседям? Собирайтесь пожениться? Сначала попробуйте вместе поклеить обои или попробуйте сделать ремонт и не развестись. Рабочие завода КМ «Прикаст» уверены, что многие браки можно сохранить, если клеить обои на новые многослойные фасадные панели для строительства домов. Идею подкинули соседи из Суоми. Сначала происходит формовка первичного слоя из цветного бетона, который легкий в обслуживании и требуется в последующем не мыть, не красить, ничего. Потом идет утеплитель толщиной где-то 150-200 миллионов. И второй слой, который окончательный уже. Это будет наружный слой, который будет со стороны квартиры дома. Он тоже на заводе выравнивается до такой степени, что может достаточно только поклеить обои. Конструкция упрощается, и мы строим дома с помощью панелей. Это в любое время года облегчает монтаж и доведение здания до состояния сдачи в эксплуатацию. По финской технологии производят панели, а затем собирают дома по аналогии с конструктором. Им можно придать любую фактуру, цвет и принт. Все панели антивандальные. Коммунальщикам и не снилось, что все надписи типа «Здесь был Вася» и прочие уличные художества можно будет просто смыть водой. Технология, по которой производят новые железобетонные панели, позволяет убирать фасады домов на улицах точно так же просто влажной тряпкой, как дома на кухне. Строительные конструкции в регионе идут на ура, потому как темпы строительства растут. Это стало одним из решающих факторов для инвестора. Глава региона отмечает, что только за последние два месяца в нашей области открылось пять высокотехнологичных производств. Это почти 500 новых рабочих мест. Любой рост у нас обеспечивается прежде всего той работой, которая проделана предварительно. У нас ведь практически четыре из пяти предприятий прошли модернизацию. То есть мы занимались очень серьезно совершенствуем имеющимся промышленным потенциалом. Плюс серьезная программа по строительству новых производительных сил. Это и программа районов, это и программа области в целом. В числе инвесторов пятерки японская компания «Дайда». Это мировой лидер по производству антифрикционных сплавов, биметаллической ленты и подшипников скольжения для автомобильных двигателей. Старт новых производств в кризис – это, можно сказать, нижегородское ноу-хау. Желание иностранных партнеров вкладывать серьезные деньги в развитие региональной промышленности сохраняться благодаря эффективным и своевременным мерам поддержки со стороны регионального правительства и лично главы региона. В Нижегородской области создана система одного окна, которая позволяет минимизировать бюрократические проволочки и активно работает инвестиционный совет. После того, как мы открыли завод в 2007 году, после этого компания ТРМ приехала сюда, открыла свой завод. И еще Язаки тоже приехал. Таким образом, я как зампредседателя ассоциации хочу еще привезти японские компании, чтобы они работали в Нижегородской области. Я это по шутке предлагал Валерию Павловичу, что если он назовет меня в качестве министра реклама, то я буду рекламировать Нижегородскую область в мире. По данным Нижегородстата, с 2005 года объем инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую область, вырос в целом в 4,5 раза. По итогам 2014-го почти 300 миллиардов рублей. Инвесторы получают прибыль, регион, налоги, а сотрудники остаются при стабильной зарплате даже в кризисное время. Стабильная заработная плата, предприятие работает стабильно. В общем, все нормально. Перспективы очень замечательные. Пять лет уже на иномарках. Перспективы большие. Сами видите, новые линии пределывают. То есть будущее большое будет. Кстати, средняя зарплата на новых производствах, как правило, выше среднеобластной. Для рабочих около 30 тысяч рублей. Анастасия Рябва, Антон Ганин, Виктория Гузмина, Сергей Пермовский, Ренат Бекбаев и Владимир Гайдай. Объективные итоги недели. ННТВ. Ну, к теме строительства и строительства жилых домов мы сегодня еще вернемся. И вот о чем пойдет речь сразу после рекламы. Завтраки для дольщиков. 300 нижегородских семей никак не могут заехать в уже построенное жилье. Ждите, ждите. Вот сейчас, вот сейчас. То есть нас уже завтраками кормят с весны. Кто тормозит приемку дома и у кого сдают нервы? Мужчина, я вам сейчас камеру сломаю. Скверное лечение. Городской департамент еще только готовит концепцию для самых крупных нижегородских парков. Разработаны в рамках этой концепции, проекта концепции, были определены цели и задачи программы. И выработан стандарт качества паркового пространства Нижнего Новгорода, как достойно уровня благоустройства. В то время как им давно уже нужна реанимация. Во-первых, качели. А, уже их нет. Кстати, несколько ненажат были. Плюс ко всему, дорога, она вся разбита, стекло. Подробности смотрите в нашей постоянной рубрике. Городские цветы приехали на улицу Бикетова. Здесь есть небольшой сквер. Ну, сквер или парк, это уже формальности. Это итоги недели. Мы в прямом эфире и продолжаем говорить о самом важном за последние семь дней. Минстрой, глядя на ситуацию в целом по стране с обманутыми дольщиками, предлагает ограничить число компаний, допущенных к такому виду строительства. Дело-то рискованное. Всех, кого сейчас заносят в реестр обманутых дольщиков, государство вроде как обещает в беде не бросить. Но в Нижнем Новгороде на этой неделе стала известна история, где дольщиков никто и не обманывал. Дом-то им и правда построили. А заехать в свои квартиры люди все равно не могут. Госприемка будто специально откладывается. Юлия Короткова узнала, как это, когда за время строительного пути СНИПы и прочие нормы смогли подрасти. Дольщики жилищного комплекса «Радуга» давно уже знакомы друг с другом. Такого общения зачастую даже между соседями, прожившими бок о бок с десяток лет, нечасто увидишь. Но повод для знакомства у них нерадостный. Больше года люди не могут заселиться в свои дома. Срок сдачи дома изначально июнь 2014 года. Но потом были уведомления, присланные задним числом, что мы продляем срок сдачи квартиры. И на сегодняшний момент срок окончания строительства должен был быть 15 октября. Среди жителей немало семей с маленькими детьми. При заключении договоров долевого участия они явно не предполагали, что им придется жить на два района. Мы перевели уже детей в садик и в школу. Нам сказали, что в октябре вы заселяете. Второй год мы уже в садик перевелись, и год мы уже едем сюда, с автозаводского района. Кто-то, ведь четвертый год уже снимает квартиру, это же огромные деньги. Сначала строительство продлили более чем на год. Сейчас осталось только ввести дома в эксплуатацию. Всю осень государственная комиссия раз за разом не принимает объект. В подрядной организации заверяют, что сделано все, что предусмотрено проектом. Эти замечания все устроены. Так и в чем причина? Вот эти замечания. Были выстроены новые замечания. Но это замечания, которые не предусмотрены проектом. Как то, например. Вот здесь нет. Вот, например. Вот, посмотрите, видите. Освещение на фасаде. Видите? Да. Вот она у нас предусмотрена проектом. Вот такая вот лампа. Газ не устроил. Вы принесли протокол измерения, что эти лампы не светят в никакой красоте. Это было, когда мы с вами встречались? Нет. Да. И это действительно проблема для всех застройщиков, которые затягивают со сдачей домов. При получении разрешения на строительство они готовят проект, который проходит экспертизу. Но во время строительства СНИПы могут меняться. В итоге Ростехнадзор приходит принимать объект уже по новым правилам и заставляет доделывать уже готовое. Таким образом сдача жилья затягивается. В течение трех дней на объекте работала комиссия по воду жилья. И по предварительной информации они дали положительное заключение. Но теперь застройщику еще придется разбираться с претензиями относительно нарушения сроков сдачи объектов и соответствия реального метража квартир, оплаченному ими. По словам представителя бизнес-строя, фирмы-застройщика, все претензии жильцов будут удовлетворены в мирном порядке или через суд. На данный момент претензии по объекту остались только у пожарной инспекции. Их обещают устранить к понедельнику. За развитием событий следят Юлия Короткова, Ренат Бегбаев. Объективные итоги недели ННТВ. Парки и скверы Нижнего Новгорода, если бы и могли, то, наверное, бы покраснели от стыда за свой вид и уровень благоустроенности. На этой неделе городу предложили концепцию развития паркового пространства. Глядя на эти унылые пейзажи, сразу становится ясно, чего нашим зонам отдыха не хватает. Концепции. А была бы она, ну точно бы все изменилось. Тем не менее, без тени сарказма над финансовой ситуацией в городском бюджете на неделе прозвучало в стенах городской администрации предложение разработать концепцию паркового пространства. Где что высадить, как ландшафтный дизайн устроить, а инвесторов-то привлекает возможность заработать. Неужели, если концепцию предлагают, то это обязательно кому-нибудь нужно? Или кто-то и правда бескорыстно за спасибо решил взяться за нижегородские парки? Наконец-то парки и скверы Нижнего Новгорода будут приводить в порядок. Могли подумать журналисты на заседании Комитета экологии и Городской думы. Но директор Департамента культуры Нижнего Новгорода сразу оговаривается. Проект затрагивает только четыре крупнейших парка областного центра. Приокский, Первого Мая, Сорговский и Автозаводский. Программа объективно уже поднимала проблемы Приокского, или как в народе его называют Швейцария. Оказывается, вечером аллеи парка не освещаются, упавшие деревья не убирают, люки-левневки остаются открытыми. И это все вдалеке от центральной зоны парка. Наверное, концепция предусматривает в первую очередь элементарную уборку и ремонт? Оказывается, нет. Разработчики обозначают некие общие черты развития этих зеленых зон. Сегодня парковая территория, любой парк, он развивается сам по себе, не только в зонировании, не только в экономическом эффекте, а в плане того, что некоторые форматы проведения даже мероприятия, они все идут в разрез. То есть отдельно существует зонирование, отдельно существует схема размещения стационарных объектов, отдельно прорабатывается вопрос экономического развития и так далее, и у каждого парка своя история. Вот сегодня хочется, чтобы эта программа дала единое видение, как должен развиваться парк. Не только как инвестор захотел, да, а все-таки есть у парка требования, которые любой инвестор, который приходит на эту территорию, он должен понимать, зачем он сюда пришел, что он будет делать. Наверное, депутаты должны были просто заслушать доклад и одобрить эту концепцию. Но тут находится очень любопытный слушатель, который начинает задавать явно неудобные вопросы. Поскольку журналистки и камеры снимают только выступающих с трибуны, мы не можем показать его выступление. Зато голос слышно прекрасно. На прошлом заседании я сразу говорил о том, что зачем заниматься этим, если в интернете все есть. Вот мы начинаем залазить. Концепция долгосрочной целевой программы развития тульских парков. Все там написано. Эта программа, она никем не утверждается. Это просто некая декларация о том, что мы хотим чем-то там заниматься в парках. Так вот, юридическая ценность этого документа, вот, скажем, по тульским паркам, она нулевая. В связи с этим у меня возникает вопрос. А мы вообще зачем этим занимаемся? Марк Самойлович говорит о том, что, извините, у нас бюджет 12,6 миллиарда рублей на будущий год. Расходная часть. Дефицит бюджета 1 миллиард. Но в настоящее время впереди зима. У нас в парке не чистится. У нас в парках, извините, наркоманы. Собственно, представитель администрации сказал об этом в самом начале доклада. Просчитать экономическую окупаемость мероприятий, связанных с развитием парковых территорий. Предусмотреть концепции объема финансирования из городского бюджета. Вполне понятно, что городу нанимать частную ландшафтную фирму для того, чтобы только определить зонирование крупнейших парков, сейчас не по карману. Зачем тогда убеждать депутатов в необходимости такой концепции, журналисты так и не поняли. Может быть, после того, как глава администрации ее подпишет, средства все-таки придется выплачивать? Причем ведь всем хорошо известно, что в областном центре немало так называемых зон отдыха, которые уже не отвечают даже требованиям безопасности и давно нуждаются в финансировании. О них этот самый любопытный депутат, кстати, зовут его Евгений Иванович Лазарев, тоже упоминает. У нас вот, допустим, парк на Бикетове, он не чистится совершенно. Если для вас это удивительно, это действительно так. Дети натыкаются на шприцы, парки не убираются. Мы занимаемся какой-то концепцией. Меня, в принципе, это интересует. Зачем мы этим занимаемся, если мы не делаем элементарного? Мы создаем какой-то непонятный документ, юридическая ценность которого будет нулевая. Зачем мы этим занимаемся? Появляется какая-то компания Архиленд. Ей-то это зачем? Меня интересует, как она вообще появилась. Я не верю в то, что коммерческая организация пришла к вам и сказала, давайте мы вам эту концепцию напишем. Но эти аргументы что-то совсем не заинтересовали других членов Комитета по экологии Городской Думы. Ирина Чалая, Алексей Калякин. Объективные итоги недели. ННТВ. Ну а мы продолжаем нашу постоянную рубрику под названием «Городские цветы». В ней мы рассказываем о парках и скверах Нижнего Новгорода, которые могли бы быть полноценными зонами отдыха для нижегородцев. И там, конечно, могли бы быть и городские цветы. Но сквозь разбитый асфальт пробиваются только помойки и разруха. Наш штатный инспектор Нижегородских парков и скверов Олег Лавров отправился на этой неделе, чтобы оценить положение дел в одном из скверов в центре города, о котором шла речь в предыдущем материале. И на месте посмотреть, что нужнее – концепция развития таких мест или элементарное внимание городской власти. Городские цветы приехали на улицу Бикетова. Здесь есть небольшой сквер. Ну, сквер или парк – это уже формальности. Вообще, сквер – это то место, где отдыхают граждане. Значит, здесь должна быть благоустроенная территория. Ну, с детьми гуляет и так далее. Посмотрим, насколько же благоустроен скверик на Бикетова. Далеко отходить от местной триумфальной арки не пришлось. Первый апрель сквера ждет прямо под ногами. Территория сквера всего 2,5 гектара. Согласен, небольшая. Но ежедневно здесь проходит около сотни людей, чтобы попасть с улицы Бикетова до своих домов на улице Чукотская. И посмотрите, что ежедневно проходят люди. Действительно, чтобы пройти здесь, необходима ловкость, ну, скажем, мангуста. В межсезонье на дорогах стабильно листва и грязь со снегом. Все вперемешку. А в центре Бикетовского сквера даже установлена детская площадка. Но на качелях, увы, не покатаешься. Но даже в этом дворниками забытом сквере прогуливаются мамы с маленькими детьми. Детская площадка, конечно, требует ремонта, требует вложений. Во-первых, качели. А, уже их нет. Кстати, несколько дней назад были. Плюс ко всему, дорога. Она вся разбита из стекло. Дети, например, если слетают, катаются когда на горке. Коленки все время все у них болячка, потому что все это разбито в ямах. В общем, ужасно. Не нравится. Но местные детвора довольствуются и таким аттракционом. С одной стороны, еще можно говорить о каком-то благоустройстве, там детские площадки, ну и в принципе все хорошо. А по другую сторону от храма нет ничего, кроме заросших тропинок и повальных деревьев. Об асфальтированных тропинках скверу остается только мечтать. Местные ходят в гипермаркет, протаптывая грязевые дороги через заросли. А о новых зеленых насаждениях я вообще промолчу. Магазин, вот идем. Ну, неблагоустроено, мало здесь всего. Ну, что вы сами видите для детей. А вот карусели все вот эти, которые там находятся, в каком они состоянии? В плохом. Вообще не ремонтировали, но вообще ничего не ставили. Вообще детям гулять негде. Развиваться детям негде. Даже милицию раз приглашали, то, что распивали напитки спиртные. Мы обошли всю территорию. Наступил вечер. И в сквере стало еще живописнее. Единственное, что освещает окрестности, это огни храма. Не мудрено, что люди стараются обходить скверик вдоль освещенной улицы. Но несмотря на эти небольшие изъяны, сквер популярен и в вечернее время. Местные детвора вышли покататься на велосипедах. Мальчишки приспособленные. Привесили по налобному фонарику на руле и айда крутить педали. Ты сейчас катаешься по скверу на велосипеде. Вот скажи, тебе не страшно здесь кататься? 50 на 50. А у тебя вот тут вот фонарик установлен. Значит, тут света-то нету? Нету. Ну и как ты тут вообще справляешься-то? Включаю его. С освещением дела обстоят в скверике так же хорошо, как с асфальтом. Здесь всего один фонарный столб. Правда, прожектор направлен куда-то вверх. И от линии электропередач он давно обрезан. Ну и, конечно, Бикетовский парк не стал исключением. Здесь местная интеллигенция так же любит коротать вечера. Разница только в том, что здесь после хорошо проведенного времени может ударить не только в голову, но и по голове. Олег Лавров, Алексей Завылов. Итоги недели. Объективно. ННТВ. Такая неделя и такие итоги попали в объектив журналистов программы «Объективно». Наши итоги можно смотреть не только в эфире, но и на нашем сайте nntv.tv. Там же можно подписаться и на наш канал на YouTube и следить за нами в социальных сетях. Пишите, звоните, делитесь тем, что волнует именно вас. На сегодня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова